Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Озвучиваем занятие по-теревски. Слухи. Это слово превратно понимают люди. Говорят, зря не скажут, дыма без огня не бывает. Люди, которые распространяют слухи, они без этого жить не могут. И не каких-то, а порочащих слухов. Наступает момент, когда за все приходится отвечать. Не раз случалось, что люди через слухи пытались переломить обстановку, в наших отношениях, и чего только не делали. И в средствах массовой информации выступали. Все на их стороне. А на моей нет ничего, кроме молитвы. Против них я ни разу нигде не выступил. Они же набрали лжесвидетелей, лгали. Они меня топили в своей блевотине. Но суд решил не в их пользу. Подали на пересуд, и Краевой суд полностью пошел на нашу сторону. Их принуждают заплатить за оскорбление. Меня и напечатать опровержение. Что об этом в слове говорит Слово Божие? И можно ли этим пользоваться? И если можно, то как? Чтобы не согрешить. Слово слухи впервые встречается в бытие. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот отца своего, вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Ваулы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля, отца их. Получается, что он слышал, то и доносил. Стучал на братьев. Отцу это нравилось. Благодаря этому доносительству был в курсе всех событий. Едва-едва не стоило Оси этой жизни. Иосифа. Так он надоел своим братьям. Нужно ли было этим заниматься, парнишки? Не могу сказать, но за это Слово Божие и святые отцы никак не осуждают ни Иакова, ни Иосифа. Отец должен быть в курсе. Что же его дети делают? У заключенных разговор один. Что ты слышал насчет амнистии? Нужно уметь отсеивать от мякины зерно. Кто что сказал, перепроверь не раз исход. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Если сказали против твоего недруга, здесь нужно быть особенно внимательным. Говорят, то вид. Потом сказал дочери свои, почитай твоего свекра и свекровь. Теперь они родители твои, желают слышать добрый слух о тебе. Но кто бы это ни был, даже твой враг и слухи в твою пользу, ты переруби этот источник. Не допустил лжи распространяться, и Бог тебе воздаст. К тебе рано или позже, чуть, но этой же самой монетой вернется. Третья Маковейская. Когда готовились на это дело, распространен был людьми, одномысленными, злодейству, злой слух против народа иудейского по поводу такому распоряжению, будто они уклоняются от исполнения законных обязанностей. Тебе Бог пошлет помощника и защитника с неожиданной стороны, Сирахов. Стыдитесь перед отцом и матерью блуда, перед начальником и властелином лжи, повторения слухов и разглашения слов тайных, и будешь истинно стыдлив и приобретешь благорасположение всякого человека. Услышал слух, но не каждому слову верь. Жил человек среди нас, но вот он переезжает и начинает распускать слухи. Тут полдеревни на чемоданах сидят, тут, Иезекииль, и когда скажет тебе, а с чего ты стянаешь, скажи, от слуха, что идет, и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Псалом 17. По одному слуху о мне повинуются мне, и на племеннике ласкательствуют передо мною. Что же так? Ты за 9 лет жизни потерявки, потерял направление и теперь слухами пошел жить. Да это же подводится черта по твоей жизни. Если бы даже так было, то ты бы такие бы доводы дал, что никто бы и не помыслил говорить против села. Первый Коринфянов. Есть верный слух, что у вас слухи иногда распространяются даже между народами Ниеме. В нем было написано, слух носится у народов. И Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам. И сумели так все доказать, что восстановление Иерусалима прекратилось. Вот и против нас были разные коалиции. Когда мы добивались получения статуса поселка. И чего только не распускали против нас. Что мы наркотики тут будем выращивать и прочее. Это имени Республика Ватикан. И это центральный журнал собеседник, печатаясь подписью Быкова. Проглотим и это. Опровергать тут нечего. Потому что пустое, Исайя. И страхом Господнем исполнится. И будет судить не по взгляду от честь своих и не по слуху от честь своих решать дела. Не по слуху, а точно знать нужно. Если же спросишь, кто это распустил, то в ответ я не хочу говорить кто. Земля слухом полна. Позволь спросить, тот клевещет, а ты его скрываешь, значит, ты такой же. И если же ты не хочешь прекратить, то я зову тебя к тому человеку и разберемся, откуда он это берет. не знаешь и идти не хочешь. Так вот, писание и на это отвечает, что ты до демона этого почерпнул. Яков. И язык, огонь, прекрасный неправдый. Язык в таком положении находится между членами нашими, что воскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. От сатаны это все идет. Когда я был в Искитиме, работал плотником, то пришлось слышать свой адрес нелестное. Спросил, а откуда ты это взял? Да вот Нинка сказала, подошел к той. Да вот Нюрка сказала, вечером гляжу, эта болтливая бабенка катит мимо. Я был на опалубке в колонн с топором. Так к ней направился. Постой, ты откуда это взяла? И говорила ли, она замерла, побледнела, да еще видно припомнила, что верующий всех в жертву приносит. И не на меня смотрит, а на мой остро отточенный топор. А я стою и помахиваю ему в правой руке. Затрепетала шкура и да я, ну я пошутила, я больше не буду. Ну ладно, иди, живи до утра. Она поняла, что я ее голову оттяпаю начисто. Слезам и верить не гоже Москве. Поверим, ну правда, она уже обходила меня стороной и языком не ляскала попусту в мою сторону. Обычно два-три звена потяни и уже чертова рожа выглядывает из преисподней. Оттуда этот шурик лопочет и рожу коршет. Перекрести его и он оборвется к себе обратно в котел. слухи стоит проверять и из слухов можно кое-что полезное извлечь. Может быть и не на пустом месте. Может быть и про меня что-то полезное звучит. Может быть ты повод подал таким разговорам. А вот войну, когда распространяли слухи, то особенно пораженческие за это грозила смерть. К стенке поставят если будешь широко рот раскрывать. Притч Кто хранит уста свои тот пережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот тому беда. Широко Николай думал о широко. А широко. Скажет что на мельницу врага льешь воду числа и распускали худую молву о земле которую они осматривали между сынами Израилевыми говоря земля которые проходили мы для осмотра есть земля поедающая живущих на ней и весь народ который видели мы среди ее люди великорослые. Этой молве люди простодушно внимали не хотели входить в уже достигнутую землю и все они погибли. Сегодня нас здесь худую молву распускает и не только коммунисты но и бывшие члены Барнаульской общины. Они полностью деградировали ушли в мир сделались хуже безбожников. Примерно три с половиной миллиона человек от этой молвы пали костями в пустыне. Об этом говорят и в храмах Московской Патриархии о Русской Православной Церкви за рубежом. Что это предатели что это ренегаты продали за границу за доллары. Когда мы тут страдали они там жили в наслаждении они сбежали туда. Я прошу показать мне этих страдальцев в кавычках у которых зад в кабину машины не вмещается и рожа из окна только нос вылазит как говорил прототопа вакуум. Это новое поколение и не сбегало никуда. И эти друзьям коммунистам попы они ведь нигде ничего не переносили за Христа а только жировали на грехах народа. И такие слухи о зарубежных наших кровных родных братьев русских распускают постоянно страдали только от того что не вовремя повышение в органах получали как в кино показывают в храме на южном отец Николай Бурдин прямо так и поносил меня распускал слухи что я закупил за доллар всю прессу поясняю что ни рубля никогда никому не подавал за напечатание моих статей они постоянно лизут мою жизнь я же их не вижу не знаю их жизнь совершенно неинтересна для меня а они в мою заглядывают через органы власти и через знакомых и если кто-то из бывших наших ныне отлученных оказывается возле них как они ликуют смешно то что брошено как балласт у нас отлученный за грех у них идет за чистое золото такова же ваша планка приема в церковь бывает что поживут молодые и разонравятся и вот он начинает ее выкуривать распускают они разную худую молву слухи ползут и тогда вынуждены ее родственники вынести простыни простыни которые хранились у них после первой брачной ночи очевидно что на простынях стояли подписи всех кто заинтересован был в этом хочет ее обозвать шалашовкой и она честная девушка дочь своих родителей и вот тогда на таких купцов были правила в уголовном кодексе думать просто не для этого выносили это второзаконие и будет возводить на нее порочные дела и пустит они худую молву и скажет я взял сию жену и вошел к ней и не нашел у нее девства то отец отроковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства отроковицы и старейшинам города к воротам и отец отроковицы скажет старейшинам дочь моя мою я отдал жену всему человеку и ныне он возненавидел ее и вот он взводит на нее порочные дела говоря я не нашел у дочери твои девства но вот признаки девства дочери моей то есть кровь и растерляют одежду перед старейшинами города тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его вот так тогдашним гинекологам женщинам исследователям криминалистам тоже хватало работы конечно не такой как сегодня сегодня таких простыней не найдешь они не нужны они сахарно чистые остаются у них до следующей свадьбы ее я понял да у церкви были на этих распускателей малыб контрмеры они платили за нее еще отцу статья 19 и наложат на него сто сиклей серебра пений и отдадут отцу отроковицу за то что он пустил худую молву о девице израильской она же пусть останется его женой и он не может развестись с ней во всю жизнь свою вот такое наказание про христианина могут распускать худую молву но он переносит это намного легче чем неверующие псалом 1711 не убоится худой молвы сердце его твердо уповая на господа это слово молва встречается в библии 15 раз не надо умирать от того что ты услышал что тебе сказали выясни спокойно а можешь и вообще не выявлять ты слышишь что совсем уж негодно и к тебе неподходящее говорят ты можешь обернуться и посмотреть о ком же это ясно что не о тебе так и не переживай о том меня за вора считаете я вор по вашему кричит многократно прихожанин да так и будет что ты будешь вор и с этим именем пройдешь по жизни назови меня вором мне нужды нет тот же батюшка бурдин распускал прямо сам вона молву что я бросил жену и с молодайкой уехал куда-то мне это так лестно я только улыбнусь мне это приятно что еще таким свежим плодовитым выгляжу что на меня молодые красавицы заглядываются слон 91 они в старости плодовиты сочны и свежи сижу в лагере с зэками за что сидишь да я человека убил он меня козлом назвал а мне обидно прошу его меня козлом назвать мне не обидно потому что я может быть и есть козел в очах божьих все же я руководитель среди своих сестер-козлушек притча 30 я ему говорю конь и козел предводитель стада и царь среди народа своего козел и царь это не обидно Александр Македонский когда шел завоевывать мир то прибыл и в Иерусалим и ему первосвященник показал свои книги и в одной из книг написано про него где же это а вот здесь ты назван козлом победителем но после твоей смерти четыре царства будет не бедно завоевал если одного будет четыре так из союза выросло столько государств новых как перья орла Даниил я внимательно смотрел на это и вот с запада шел козел по лицу всей земли не касаясь земли у этого козла был видный рог между его глазами тогда козел чрезвычайно возвеличился но когда он усилился то сломился большой рог и на место его вышли четыре обращенные на четыре ветра небесных а козел косматый царь Греции а большой рог который между глазами его это первый ее царь это так прям в Библии написано думаю что Александру этот текст очень понравился третьи ездры и вот с правой стороны поднялось одно перо и воцарилось над всей землей и когда воцарилось пришел конец его и не видно стало место его потом поднялось другое перо и царствовало это владычествовало долгое время и поднялось третье перо и владычествовало как и прежнее но исчезло и оно распускающим худую молву по скорби и по плач он убивает из себя и того кого судит и того кто слушает его он подобен заразной мухе если слухи порочат служение служителя то их нужно проверить на чем они основаны у первосвященника Илья 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 были дети непотребные и к нему слухи доходили златоуст говорит что он должен был связывать избивать и изгонять своих детей тогда бы он был правдан перед Богом а он только увещевал их первое царство нет дети мои не хороша молва которую я слышу о вас не делайте так ибо не хороша молва которую я слышу вы развращаете народ вот Господень погибли за непринятие мир и дети и он сам и ковчег попал в плен родители которые не учат детей благоведению хуже убийц убийца убивает только тело а этот бессмертную душу как здесь в деревне говорят мы тут детей учить не будем мы их корчено отправим вот этим самым и показали что ваша душа опустошена ничего в ней нет от страха Божия это лжехристиане ты бы жизнь положил за то чтобы твои дети были воспитаны в христианском духе что же дает учеба там чтобы они там роли домовых исполняли апостол Павел и ловил слухи коринфянам есть верный слух что у вас появилось блудодеяние и причем такое блудодеяние какого не слышно даже у язычников что некто вместо жены имеет жену отца своего а про домового тут один там учился какую-то пьесу ставили ему роль домового дали хвост приделали ему и он с этим согласился ну я узнал там распек их за это приходили оттуда люди и доносили вот такие сведения верные слухи проверенные свидетелями апостол Павел советует при рукоположении заботиться о том чтобы и от внешних кандидат не имел нарекания 1 Тимофею надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних слухи иногда имеют под собой вес веское основание проверив на чужой роток не накинешь платок можно этого увезти в другое место и там сокрыть сокрыть выходы есть канонизировать хотят Гришу Распутина уже и иконы его пошли по рукам радуйся стране Григория крестом смирения Христова Руси в небесный Иерусалим восхождение ни стыда ни разу монету этих канонизаторов сначала нужно пред людьми реабилитировать а это творимое сегодняшнее продвижение во святые есть совершенно бессовестное для чего же вам так поступать когда слухи еще не развелись говорят что язык без костей поболтают и перестанут премудро Соломона ибо надежда нечестиво исчезает как прах уносимый ветром и как тонкий иней разносимый бурью и как дым рассеиваемый ветром и проходит как память об однодневном гости давно ли проставляли Горбачева и где вся эта молва президент такой державы огромный и всего 5-10 лет каких-то и ничегошеньки из того уже нет как беспокаянный бродит где-то по миру давно ли дирижировал Борис Николаевич и уже нигде его не видно а у него утром и вечером болит сердце и ждут его покаяния ангелы иногда молва слухи столь сильны что человек может больше вообще с арены сойти только не перед Богом пройдет время говорит Иоанн Златоуст и как сарает солома она подсохнет и потом пламя твоей неправды высоко правды правды а ты сказал как неопределенно твоей правды высоко завьется к небу молву распускают освятители потому только что не могут они так просто его свалить подкупили женщину и запустили к нему в комнату а когда пришел он они ворвались к нему открыли его келью а это кикимора уже там лыбится до ушей зарплата ей идет с одним ли Григорием Акрагантийским это было Григорий Чудотворец беседует с товарищами и такая же Зоя подкатила к нему при всех за зарплатой убеждает его по хорошему отдать ей годовой доклад он не может от нее отбиться просит товарища заплатить за него она берет и тут же упала и начала бесноваться сразу бес пошел в нее глупый верит всякому слову благоразумно он же внимателен к путям своим притчи слова наушника как лакомство и они входят во внутренность чрева когда московские комсомолицы на Алтае напечатали грязную клеветническую статью против нас то как враги ликовали вот мы врезали это уже про меня но прошел суд и их развеяло нигде нет ни одного побежали прячутся по стране их не могут через прокуратуру найти для нового суда уже над ними за клевету экклезиаст нет человека праведного на земле который делал бы добро и не грешил бы поэтому не на всякое слово которое говорят обращай внимание чтобы не услышать тебе раба твоего когда он злословит тебя ибо сердце твое знает много случаев когда и сам ты злословил других как протопоп о вакуум говорит и я лавил собаку никона это так он о патриархе потому не удивляйся что я тебе будет нелестно сказано со стороны никона вот пока все на этом видно что оборвана тема довольно слухом надо проверять слухи так сказать слухи